Рав, я хочу спросить о равенстве в нашей работе во всем мировом клипе. Потому что есть как бы то, что можно изучить из статьи. Один решает, что я прихожу каждый день на каждый урок, а другой говорит, я прихожу раз в неделю. И свыше соглашаются и с тем, и с тем. И ничего ему не сделают, пока он сам не примет большее решение. И в любом случае мы равны в работе. В чём равенство? Даже все должны в конце прийти к такому состоянию, когда все их сердца и всей душой. Мы должны прийти к состоянию, когда каждый использует любую возможность, которая даётся ему. Понятно, что вы говорите, но если человек решает, ну сразу я, например, хочу с лёгкостью продвигаться, не хочу слишком много усилий. Рядом с ним сидит кто-то другой, который весь горит. И с одной стороны они на одном пути, они вместе в одном направлении. С другой стороны, ничего не будет делать свыше с тем, кто как бы спокоен, пока он сам не решит сделать изменения. Верно. Так в чём мы равны? А кто тебе сказал, что мы равны? Вся эта статья не говорит о том, что мы равны. А как? Каждый, соответственно, своей реакцией. Так это то, что Творец пробуждает в нём. Есть тут роль и между нами пробуждает друг друга к большему? Конечно, тоже. Но свыше этого не будут делать, это только мы должны, да? Нет, иногда да. Если меня пробуждают через товарища. Так дело в том, что пробуждают меня свыше, но только через товарища. Так всё-таки пробуждают свыше, больше? Да. Я вернусь к первому вопросу и не хочу запутаться. Тут говорится так, если человек принимает решение, то это то, что даётся ему сверху, и всё. Ну? Ну вот мы группа, которая всё время развивается. И вы сами тоже никогда не даёте нам спокойствия, всё время делаете ещё и ещё шаг вперёд. Это вообще наша ДНК. Да. Так что же значит, что человек принял решение, и свыше соглашаются с ним? Если он не хочет пробудить высшие силы, так и свыше не пробуждает его. Он хочет успокоиться. Есть у нас такие люди? Закон. Вот и всё. Как вытащить товарищей, которые довольствуются тем, что есть, не хотят дальше расти? Либо это выбирать материальное место духовное, либо леняться. Как их вытащить из этих состояний? Ну, это надо всё-таки с помощью зависти. Возбудить в них зависть. Говорить между собой при них о каких-то больших делах, в которых мы уже находимся, чтобы они позавидовали. И так вот немного расшевелить их. Раф, а можно? Зависть же, она работает только тогда, когда мы более или менее всё равно так или иначе стремимся друг к другу. Это же действие как бы всё равно обоюдное, как и пример. К примеру в нём участвуют два человека. Тот, кто даёт пример, и тот, кто хочет его получить. И зависть и то же самое же. Ну, так что за вопрос? Ну, вот, если товарищи показывают эту зависть, а она не возбуждает в них ничего, вот в тех, кто, ну, как бы довольствуется малым. Зависть не работает? Либо продолжать, либо, значит, недостаточно накоплено каких-то усилий, что ли, ещё? Или как? Если вы будете показывать товарищам, допустим, вы несколько товарищей сговариваетесь между собой и показываете им, что вы куда-то уже поднялись, где-то что-то увидели, раскрыли, то вы увидите, как они начинают завидовать. И это их двинет вперёд. Этим надо пользоваться.